Добрый день, а сегодня поговорим о том, как создать свои скиллы на Алексе. И да, я решил сделать серию видео, хотя они, наверное, не будут очень популярны, но всё-таки за этом будущее. И серию видео о том, как программировать Алексе, и шаг за шагом мы посмотрим, как же с помощью Алексе управлять умным домом. И да, я читал отзывы, что некоторые просят русский язык, говорят без русского языка, нет смысла брать именно вот эти все управляющие штучки. И могу сказать, что уже Google Home Mini в пути, так что будет ещё параллельная серия выпусков о том, как программировать Google Mini. Ну, а пока же перейдём к Алексе. Для этого мы заходим на портал developer amazon.com.alexa, запускаем наши скиллы и создаём свой скилл. My Custom Skills. Далее выбираем уже по шаблону скиллы, говорим Custom, и где будем размещать наши скиллы. Здесь выбираем Alexa Hosted, это уже AWS-овский хостинг, чтобы не мучиться со своим предоставлением ресурсов. И да, скажу, что вот именно Alexa-овского хостинга хватает на ура, то есть там порядка миллиона запросов и порядка трёх миллионов секунд для обработки в месяц. То есть это фактически, если вы используете только скиллы для себя, для своих устройств, или там 5-6 человек сверху, то этого хостинга вполне хватает. Если же вы идёте дальше, и у вас там сотни, тысячи человек, то, конечно же, рассчитано так, что вы будете получать некий бенефит, то есть некую прибыль от своего приложения, от своих скиллов, и, конечно же, сможете инвестировать это дело в хостинг от того же Амазона, как AWS. Так, запустились наши скиллы. Есть наш интент, который Hello World, который говорит, что он вызывается по словам Hello, How are you, то есть по набору слов, то есть таким образом. И есть built-in интенты, которые фактически стандартные. Это отмена, помощь, навигационный выход в дом, то есть начальный корень и остановка. Перейдём же к самому коду, посмотрим теперь на сам код. Нам добавили точно так же JavaScript код, где мы видим наш launch request, то есть когда мы запускаем наш skills и никаких параметров после него не вышло, допустим, мы говорим название колонки, потом говорим Open my custom skills, и будет вот эта фраза Welcome, you can say hello, or help. И если же дальше мы дадим параметры, то это надо уже следующий обработчик. Но у нас в сегодняшнем, скажем так, видео получить информацию о том, как запустить сам первый skills. Дальше есть ответы, которые, intent request, и которые идут на hello world, то что мы перечисляли, и точно так же аналогичные help, close. И мы можем проверить в консоли теста. Делаем deployment, и пишем Open my custom skills. Пишем hello. Hello world. Отлично. И как там cancel? Cancel не отработало, потому что мы уже получили hello world, то есть мы уже зашли в свой антенн. Давайте проверим теперь, как у нас работает cancel. Вставим опять my custom skills. И запускаем cancel. Goodbye. Теперь переходим к самому коду. Вот наш вход, то есть мы получили welcome, получили hello world, на hello world intends, и вот наш интенд, который отмена, мы получили наш goodbye. То есть таким образом небольшой JavaScript, который описывает полностью все процедуры. И давайте теперь проверим это на колонке. И чтобы проверить это на колонке, нам надо задеплоить это. Пишем deploy. Точнее нажимаем deploy. И ждем, когда данный skills подгрузится. Все. Подгрузился. Теперь проверяем саму колонку. Alexa, open my custom skills. Welcome. You can say hello or help. Which would you like to try? Hello. Hello world. Alexa, open my custom skills. Welcome. You can say hello or help. Which would you like to try? Cancel. Goodbye. То есть вот оно есть. Давайте проверим, поменяем, допустим, hi. И пишем там, how are you, да? How are you? Нажимаем сохранить. И да, сохраняется только код. Чтобы задеплоить, ну, чтобы загрузить код в колонку, мы должны опять нажать deploy. Наш код компилируется и загружается в колонку. Alexa, open my custom skills. Hi. How are you? I'm fine. Hello world. То есть мы получили наш интент, который не относится ни к каким другим. И вызвали тот же самый hello world. Таким образом мы знаем, как делать первые скилсы. В следующих видео мы рассмотрим, как подключить API, соединим с наш сервисом Alexa с помощью сервиса EFTTTT с Adafrit. И попробуем поуправлять уже умными домами. Точно так же рассмотрим, как запускать стриминговое аудио, например, радио. Все знают, что я фанатик радио Канады. Но как-то так вот получается, что в Google, в Home Mini, что в Амазоне, онлайн радио, да и в том же Apple, например, который официально предоставляется, особенно радио Канады, оно закрыто и разрешено только для тех, кто живет в Канаде. Доступна только веб-версия. Поэтому я создал ранее для себя интернет-радио, который запускает стрим. А так же в следующих видео я покажу, как запустить аудио стрим с умной колонки. И таким образом мы сможем слушать любые радио, которые нам доступны в интернете. А на этом все. Если вам нравится тема умного дома или искусственного интеллекта, пишите об этом, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В следующих видео будет еще больше обзоров по программированию умных колонок, так как за ними будущее. И да, будут также обзоры и бэкэндов, то есть хардвей частей, которые будут обрабатывать все наши устройства и делать нашу жизнь лучше. И до встречи на канале. See you in next video. Bye-bye.